клубники что ли купил нет а что еще а что там помидоры что ли это может быть земляника ничего себе и сколько стакан стоит 6 евро вот бабульки всегда они они всегда такие не шансе удивились думаешь у меня мама всегда говорила надо 10 стаканов земляники скушать чтобы витамином витаминами запастись на целый год слушай но я думаю это и садовая тоже потому что до этот огурчики огурчики тоже у нее брал а сколько огурчики и плюс еще 6 земляника до 560 огурцы лук и укроп и это 6 евро кормящий папа горбушку белого хлеба крошит а потом чайки будут сюда прилетать приучит ну вот жалко ему жалко ему птенца жалостливый ты может клетку поставим пусть он там сидит мы его вырастим я тебе какую лекцию вчера на тему читала сходить два раза в магазин через дорогу они таскать все за один присест одновременно вот-вот я как фильме читала про космические корабли которые бороздят и что да да пускай бороздят а нам лень второй раз идти да но лучше за один раз по жаре поэты шлынуть понятно идите ходите вы понятно читает дожить до пенсии мечта прожить на пенсию искусство вот у нас тоже искусство 32 14 еще кроме того что было потрачено так ну что сливки квас вода минеральная колбаса детская творог мне и мужу сметана 20 процентная вот такой вот хлеб зерновой очень вкусный пиалинна вот такие вот с этим самым зернышками вот муж владимир андреевич купил сыр для этого валю так нектарины сливы персики черника так и что тут еще яйца и яйца 3194 слива 279 килограмм на 98 центов это четыре штучки дальше что черника 249 там 400 грамм в этой баночке нектарины 259 на 264 колбаса такая евро 59 на 318 две штучки 6 штучек 259 килограмм они стоят на евро 88 яйца евро 69 вот такие вот по трешей глазки вытирать ватки до евро 89 они стоят 219 хлебушек такой вот квас евро 99 сыр такой евро 39 185 грамм здесь ну вот все покупки как вам такая температура на улице то ужас невозможно патрик выходит и сразу бегом домой водичку владимир андреевич вынес пьет птенец вот так вот и будет сидеть теперь здесь в тенечке а вечером вороны прилетят разборки начнутся он пьет как-то он так интересно клюет ну да ему видно и и булку кушать он не может чайка прилетела вокруг него побегала он обрадовался так запищала она сразу улетела он подбежал к ней к клюву думал что она его сейчас кормить будет ой все малыши одинаковые без мам плохо галки прилетят ну вот хорошо нет кошек да это боже расправились бы давным-давно из галки точно так же расправляются природе сложно выжить скажешь тебе что пора тебе уже уходить на автобус так или же до последнего нет ты все привык по команде делать патрюша чуть смотришь он к шести часам вернется до приедет обратно банку плохо не даешь она сейчас упадет он пытается сухую булку булку кушать каркуш это кто чайка говорю возьми булку положив этот водички налей в эту миску коробку в эту ты если пошустрее пошагаешь то успеешь идет кушать хочет вот булочка мягкая теперь ему легче так решил сходить на прогулку видимо или в тенек прятаться пошел целый час уже здесь вот около машины так и сидит из 25 уже и он бедный вот здесь один мается мы его спасаем он скоро полетит молодец давай старайся старайся вот так вот как вот как ты стараешься да да вот как ты стараешься молодец поел и побрел опять в тенек под машину мужчина женщины подошли посмотрели что он пьет водичку ну что ждешь своего любимку да кушать будешь будешь кушать патрюшенька будешь кушать сейчас я тебя кушать положу патрюша давай кушай 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 молодец хороший хороший мальчик патрюшенька уж немножко поснимал кто помнит молодежное кафе теперь там мебельный магазин вот этот район железнодорожному вокзалу вот такие вот здесь дома в этом зеленом здании тоже магазин был я помню здесь нарядный костюм себе покупала и брюки мужу покупали хороший не знаю сейчас работает он или нет а вот это была полиция сейчас там футбольный клуб то улице как раз от железнодорожного вокзала ведет смотрите какие дома отреставрированы красивые стали вот здесь нас надстройка доме крыша отремонтирована но этот район я не один раз показывала муж идет на маршрутку чтобы обратно приехать домой быстро он туда обратно если провожал племянницу до талина вот это вот биржа труда здесь бывший главпочтам и вот здесь бывший торговый центр построены сейчас я не знаю что там но строили думали на века очень много вот так вот немножечко по кругу он снял и показал спасибо ему ни воды ни еды нет шустро бегать стал а вчера такой заморыш был до шустро бегаешь уже украли роду мы вытащили такая была красивая вот такая же вот густая только красный красивый куст украли вот здесь тоже по обрывали вчера только показала какой шикарный куст у меня обрывали ветки настроение вообще нет нету настроение растишь растишь взяли выкопали и бугорок насыпали земли как будто бы ничего этого и не было здесь шикарная была роза здесь вот дырка дырка образовалась роза такая шикарная большая крупная я наоборот сюда боялась сажать спереди чтобы не видно было выкопали не вырвали выкопали самый шикарный куст нету настроения вообще никакого на улице жара невыносимая немножко пополола срезала те ирицы которые уже цвели до конца настроение конечно нет васильки убрала крапиву которая там была убрала тоже он немножко для букета ромашек срезал такой вот букетик сюда поставила приготовила опять окружку на обед жара невыносимая просто сил никаких нет повесила белье опять постирала у меня такое ощущение не может показаться что мы только в магазин ходим за продуктами и стираем аппетита нет вообще солнце жарит думала на улицу пойти с патриком нет он не хочет прибежал домой впереди нас оставила сюда на на солнышко подушечку на которой муж спит как-то отсвечивает здесь все непонятно спит грустный и на улицу хочется и жара не хочет там быть вот такой вот грустный он но поел сегодня я встала где-то шести еще не было утра может без пятнадцати восемь стал скорее бы уже нормальное лето началось у нас 22 градуса чтоб тепла было но не такая жара под 40 время без пятнадцати часу муж вынес булочку размочил очень долго кушал кстати не отходил о как расправил крылья скоро полетит парень или девочка не знаю кто это уже крылья сильные сутки откармливает воспитатель его ворон отгонял чтобы они у него не ели там там ворон отгонял а он же там лежал в этих кустах где мы белье лежим вот это высокое дерево также вот это птики тень и он там в тени лежал и что его выгнали ну а туда вызвали он же на дороге лежал видишь вороны свою территорию тоже оберегают да патрик скушал кстати этот патрик звала звала его видно сидел там ждал и с тобой по жаре не хотел идти белье снимать видишь и в подъезде видно внизу сидел звала все его что патрик иди домой патрик ты сам не знаешь куда себя деть да такая жара вот так обещает 3 или 4 дня сколько дождя то 4 дня дождя обещает так что будем вспоминать как было тепло такая вот окрошка класс покажи пожалуйста такой вот квас классический чего ты лаешь патрик окрошка лук зеленый укроп огурцы колбаса и яйца соль и квас ничего такого особо питательного нет вкусно конечно жару плакал как маленький котенок но не кричал тихо вел себя тоненьким голоском плакал так что тут у нас сколько градусов все уже не доела окрошкой нет нет куда и кушать не хочется в такую жару сколько семечки стоят они подорожали да и 25 325 один пакетик 300 грамм сколько на самом деле стоит и сколько у нас стоит здесь спасибо что посмотрели спасибо что пишите комментарии спасибо что ставите лайки счастья вам любви здоровья чистого неба над головой патрюша вам привет передает да да всем пока спасибо 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 спасибо